Всем привет! Сегодня расскажу о своем опыте использования Razer Viper V2 Pro. Начнем как всегда с упаковки. Здесь у нас вполне стандартный набор. Мышка, кабель, переходник, ресивер, набор грипсов и бумага с наклейками. Пару слов о кабеле. Он здесь более толстый и добротный. Это я могу объяснить тем, что к этому кабелю можно подключить 4К донгл. У тех же G-Woolz тоже идет более толстый кабель под 4К. Сам жестокий переходник прорезинен снизу, чтобы не ездить по столу или не заваливаться под него. Еще забавно, что на грипсах основных кнопок направления ромбов в разные стороны. Что касается самой формы, то здесь ничего нового. Это Viper, относительно плоская мышь с высшей точкой на середине мыши. По материалу скажу так, что это типичный шершавый пластик Razer. Если в Ultimate были резинки, а вороча есть выемка под палец, то здесь пока я не приклеил боковые грипсы, то мышь была очень нестабильна. Короче говоря, цепкость материала с формой Viper не создает премиум ощущения. Следующим приятным изменением стали боковые кнопки, которые стали больше выпирать из корпуса, чем у RVU. Даже с грипсами у кнопок есть запас и с нажатием не возникает проблем. Сам же клик четкий и тактильный, нареканий к боковым кнопкам у меня нет. Больше всего же меня удивили птические свитчи третьего поколения. Я без приукра скажу, что они шикарны. У меня есть RVU Gen 2 и Desader V2 Gen 1, и они просто звучат и ощущаются как мусор. Сейчас же Razer удалось сделать оптические свитчи, которые имитируют клик хорошей механики, но с технической составляющей оптики. Колесо имеет тихий и мягкий ход, для любителей четких отсечек может не подойти. Сила нажатия на колесо требуется небольшая, я бы сказал ниже среднего. Сам же клик колеса может соревноваться с основными кнопками других производителей. Настолько он тут хорош. На момент записи этого видео с технической точки зрения вы получаете самый топовый сенсор с соответствующими технологиями. Сами знаете, 30 тысяч DPI, асимметричный отрыв от поверхности и Motion Sync без каких-либо штрафов по задержкам. В целом у меня сложилось впечатление, что Viper V2 Pro предоставляет намного отзывчивый и плавный опыт использования беспроводных девайсов. Это не какое-то плацебо, а просто технология Razer на голову выше своих конкурентов. Стоковые глайды это еще один момент, где я наблюдаю улучшения. По материалу они хороши, но лично у меня возникла проблема, что если вести мышь в определенную сторону, то глайды цепляют ковер. Это объясняется тем, что когда вводишь пальцем по ним, то с определенных сторон они недостаточно закруглены. На гибридных коврах и хардпадах эта проблема не критична. Батарея держит заряд на уровне GPX, что как по мне большой плюс, учитывая, что тут оптические свитчи, а полная зарядка занимает примерно час. Что касается отсутствия других фич, как док-станция и RGB, то я сторонник выпила всей ненужной хрени ради веса и продолжительности работы девайса. Вес в 58-59 грамм здесь не так сильно ощущается, так как в основном из-за длины активно двигается в основном передняя часть. С распределением веса у мыши проблем нет. В целом Razer Viper V2 Pro это премиумный девайс. Все, что вас может остановить от покупки, это форма, ценник и не самый цепкий пластик. На этом у меня все, с вами был Evil, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok